Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга и в этом видео мы с вами будем рассматривать сводчи новой губной помады The One 5 в 1 Color Stylist Ultimate, это новая линейка с глянцевым финишем. Мы посмотрим с вами все 10 оттенков на губах и на руке. Компания Reflame заявляет нам, что в этой помаде 40% состава это масла для глянцевого влажного финиша. И вот здесь я вам оставляю список ингредиентов и я нашла только масло органовое и если его в этой помаде 40% то конечно же это очень круто. И сейчас я хочу протестировать вот этот влажный глянцевый эффект, посмотреть есть ли он на губах и обсудить это конечно же потом вместе с вами в комментариях. Палитру помад 5 в 1 Reflame позиционирует как палитру для разных подтонов кожи, поэтому каждая помада имеет свое направление. Холодная, теплая, либо нейтральная и направление каждого оттенка я подпишу вам вместе с названием помады. Ну а кроме глянцевого финиша в этой новой линейке мы имеем все свойства линейки помад 5 в 1. Это скульптурная форма стержня, которая позволяет красиво очерчивать контур губ и все 5 преимуществ. Цвет, покрытие, стойкие пигменты, питание и увлажнение. Поехали смотреть сводчи. 37300 сладкий персик, 37301 розовый румянец, 37302 цветущий клевер, 37303 нежный сиреневый, 37304 розовый глянец, 37305 воздушный коралл, 37306 стильный красный, 37307 карминный красный, 37308 бургундский шик, 37309 темный шоколад, 37307 сладкий персик. Это теплый оттенок, очень нежно лежит на губах и мне нравится. Это летний, нежный и при этом очень эффектный оттенок. 37301 розовый румянец, это холодный оттенок и тоже очень нежный. Может быть из-за вот этого глянцевого финиша помада выглядит женственно, очень романтично. И это не бьющий вульгарный розовый, а такой цветочный и очень-очень легкий розовый. 37302 это цветущий клевер и это нейтральный оттенок и была такая помада давно-давно в стартовой программе. По-моему, тоже она называлась или клеверная дымка, или цветущий клевер, какое-то подобное было название и она очень похожа. Единственное, вот этот глянцевый финиш придает вот этому оттенку новое, современное, такое слегка перламутровое звучание. Мне очень нравится, как выглядит помада на губах. Она делает губы наполненными и именно какими-то сияющими, хотя это не блеск. Видно, что это помада. И, конечно, у этой линейки чудесный аромат. 37303 это тоже нейтральный оттенок, нежный сиреневый. Мне он кажется подобным предыдущему, но чуть более насыщенным. Вот этот цветущий клевер, а вот это нежный сиреневый. Посмотрите, как похожи два оттенка. 37304 розовый глянец это холодный оттенок. Наверное, поэтому я наношу его и думаю, нет, это не мой оттенок. Он слишком яркий, слишком вызывающий для меня лично, но он очень эффектный. Понимаете, я думаю, благодаря вот этому финишу заявляется он как влажный, как глянцевый, но выглядит он как нежно-нежно-перламутровый. Потрясающе, мне очень нравится. Смотрите, какой яркий тинт остался после предыдущего розового оттенка. Помада проявилась очень сильно на губах. Это первая помада из всех предыдущих оттенков, которая оставила такой яркий оттенок на губах. Хотя на губах она была всего около минуты, не больше. Если носить ее целый день, то я думаю, ваши губы, естественный цвет губ станет вот таким ярко-розовым. 37305 воздушный коралл позиционируется как теплый оттенок. На мой взгляд, это какой-то праздничный коралл. Уже столько кораллов я встречала в свотчах до этого и в разных линейках, но этот коралл самый-самый яркий и самый заявляющий о себе из всех, которых я видела. Если вы планируете загар и хотите быть очень-очень яркой, это ваш праздничный коралл. Уже не знаю, тинт от этой помады или от предыдущей, но губы становятся все более и более малиновые. Вот смотрите, это реально такой оттенок губ у меня сейчас стал. Если вы хотите пойти на свидание с эффектными губами, просто походите с одной из двух предыдущих помад. Потом сотрите и накрасьте губы блеском. И у вас и помада не будет, и губы будут эффектные. Теплый оттенок 37306. Это стильный красный. Теперь я буду знать, что цвет пионерского галстука это теплый оттенок. Такие оттенки еще называют маками. Это вот, знаете, такой красно-оранжевый оттенок, но он очень яркий. И вот вообще вся линейка очень, знаете, такая красочная. Это вот эта линейка Color Obsession. Вот посмотрите, насколько она выразительная и потрясающе комфортная в нанесении. Не полосит ни секунды, ни один оттенок. Они все одинаково, прекрасно наносятся. И вот очень плотно покрывают губы. При этом на губах невесомые. Может быть, вот эти масла играют такую роль, что чувствуется вот эта кремовая текстура. Чувствуется вот этот уход, но нет тяжести на губах. И я вот очень довольна этой линейкой. При этом еле-еле уловимый, очень-очень нежный аромат. 37307 нейтральный оттенок карминный красный. Это насыщенный красный. Я еще называю такие оттенки рубиновыми. И очень часто в названиях тоже пишут рубин. Это глубокий и уже ближе к малиново-вишневому оттенку. Но он по-прежнему остается красным. Можно еще назвать этот оттенок голливудским красным. Очень достойный, очень элегантный оттенок. Тоже красочный. Он наполнен пигментом. Вы понимаете, эта линейка просто находка для тех, кто любит насыщенные, четко очерченные, наполненные губы. И еще и с таким влажно-глянцевым финишем. Вот вы можете видеть разницу в оттенках. Это стильный красный. Вы видите, у него есть оранжевый потон. А это карминный красный. Он уже более насыщенный и более рубиновый. Вот так, когда два оттенка рядом, очень хорошо видна разница в них. 37308 бургундский шик. Это холодный оттенок. Та самая слива, виноград. Насыщенные с фиолетовым потоном оттенки. Все еще остаются в трендах. И все еще есть в каждой линейке новых помад. Теплый оттенок 37309. Это темный шоколад. Последний оттенок этой линейки. Это насыщенный коричневый оттенок. Очень чистый коричневый тон. Действительно шоколадный. И для любителей вот таких осенних красок в макияже. Как вам этот оттенок? Раньше, когда-то давно-давно я очень любила такие оттенки. И красилась ими довольно часто. А кто из вас использует в макияже такую помаду? Здесь вы можете видеть, насколько сильно отличается бургундский шик. Сливовый оттенок. И темный шоколад. Это чистый коричневый оттенок. Начинала снимать этот обзор. Я с обычными мыслями, ну еще одна линейка помад получила тактильное, визуальное, эстетическое наслаждение от 10 новых оттенков с глянцевым финишем. Может тому виной глянцевый финиш. Может яркий пигмент этой линейки. Но однозначно линейка удачная. Понравились ли вам оттенки? Что вам больше всего понравилось из оттенков на моих губах? И какой из оттенков вы выбрали себе? Делитесь со мной в комментариях. И если вам был полезен и интересен этот обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и конечно же подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть наше видео самыми первыми. Пока-пока.